За контейнер с цезием обещают вознаграждение в полтора миллиона тенге. Такую сумму нашедшему выплатит компания, которая перевозила опасный груз. Между тем, власти Мангыставской области заявляют, что радиоактивное вещество будут искать до тех пор, пока не обнаружат. Сейчас его поиском занимаются 257 человек. Сегодня же прояснила ситуация и с тем, как была утеряна важная посылка. По их инструкции, они каждый через два часа должны проверить. И установлен GPS этой машине, поэтому они с активностью все контролируют ее дороги. Где они остановились, именно по какой дороге, по маршруту или изменения. Поэтому сейчас департамент внутренних дел возбуждено уголовное дело. Ситуацию осложняет то, что перевозчики Казпром Геофизика сообщили о пропаже только через два дня, говорят в ДЧС. Видимо, надеялись разыскать самостоятельно. Руководство Октюбинской фирмы от комментариев пока отказывается. По данным чиновников, всего компания перевозила три контейнера с радиоактивным веществом. Специалисты предупреждают, что его вскрытие грозит смертельной опасностью. Если вскрыть защитный контейнер, он представляет традиционную опасность. Потому что его активность в пересчете на мощность дозы превышает, допустим, эквивалентную дозу для населения в 8760 раз. То есть для населения нормируется один миллизиверт в год, эквивалентная доза. Мощность дозы вот этого утерянного источника составляет порядка одного миллизиверта в час. Напомню, контейнер с цезием-137 потеряли по дороге из Уральска. Он якобы выпал из КамАЗа. Радиоактивная посылка направлялась в Магистанскую область. Продолжение следует...